Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединялся, всем доброго времени суток. Весна, весна идёт такими широкими шагами. Это Кохен, Германия. Вот такие вот замки, вот такая шикарная Германия. Но вот этот кризис, который, я считаю, что имеет три такие важные особенности, которые делают его уникальным, это он абсолютно, вот этот вот кризис, я сейчас говорю именно о кризисе, рукотворный, и мне даже сдаётся, что и административный. Ну это мои такие субъективные мнения, суждения. Не в том смысле, что работала рука какого-нибудь всемирного правительства, я в это не верю. Я в это не верю и верить даже не хочу, это всё ерунда. А в том, что причиной стали не экономические процессы, а именно политические решения. Я всегда говорила, что политика – мерзкая грязь. Это бесовская, жуткая вещь, которую люди придумали, которые люди развернули, которые люди внедрили в мозги другим, и многие ведутся. Вот именно причиной кризиса, я сейчас говорю о кризисе, это политические решения. Это во-первых. Во-вторых, добровольный уход в кризис, я повторяю, это добровольный был уход, поддержали десятки стран самыми разными уровнями дохода и политическими режимами. И в-третьих, причиной экономического кризиса впервые стал риск больших человеческих потерь. Всё время люди задают один и тот же вопрос, откуда он взялся, откуда он взялся, откуда эта X-болезнь пришла, что это? Я на это уже ответила тогда, февраль-март, в феврале, по-моему, ещё я сказала, там надо посмотреть, что я всё-таки считаю, что это Вуханьская лаборатория. Точка. И меня за эти месяцы прошло уже февраль, март, апрель и уже на носу май, ничто не сдвинуло ни влево, ни вправо, никакие другие факты или теории, или предположения, или гипотезы. Ничто. Вот ещё что хочется сказать. Обязательно такая нерадивость, такая оплошность, даже если она произошла случайно, должна быть наказана, покарана жёстко. Когда в Солсбери произошло отравление, не покарали жёстко, так как это надо было покарать тех, кто это сделал. Потом решили, ага, можно ещё. Нет, первый раз не покарали того, я не помню, кто он там сдавал чьи-то секреты. Фамилия, по-моему, его была Литвиненко, насколько я помню. Его уничтожили отравлением, да. И не покарали за это тех, кто должен был понести наказание. И это было, как, знаете, девиз, давайте ещё. Потом пошло там Солсбери, потом пошло нерадивое отношение, или как там получилось в Ухане, я не знаю. Это профессионалы, это те, которые этим делом занимаются на профессиональном уровне. Они эксперты. Они узнают, посмотрят. На сегодняшний день самое главное – спасти жизни людей. Но и дальше очень жёстко покарать вот то, что произошло. Покарать для того, чтобы другим было неповадно. Ведь какая-нибудь другая страна под названием Н или Б или Х, какая-нибудь Х страна решит, что, а вот так можно на мировую экономику влиять. Вот так вот можно делать то, то, то. И вот такой риск больших человеческих потерь. Вот такие рассуждения. Почему у нас сегодня Германия? Потому что столько хитростей, столько аферизма. Первый аферизм, который был наблюдаем в странах бывшего СССР, это продажа, мерзкая продажа масок и спирта за границу. Это в бывшем СССР мерзкое такое, знаете, пренебрежение своими людьми, ближними своими, и отдавать кому-то другому что-то, вместо того, чтобы своим-то помочь. Отправление мерзкое вот это присмыкание или, может быть, взятошничество. Это опять-таки взятка. Вот мы вам там 15 самолетов того помощи, а вы нам уберите, пожалуйста, там то, то, то. Подвиньтесь в лучшую сторону. В этом, в пятом, в десятом. Вот это мерзкая такая торговля на горе. А вот еще одна торговля на человеческом горе я хочу показать. Deutsche Welle. Deutsche Welle есть такое издание. Оно рассказало нам. Оно ничего не скрывает. Это большой плюс. Сейчас ни в коем случае ни жертвы скрывать нельзя, ни по преступности ничего скрывать нельзя. Сейчас все нужно показывать, чтобы люди могли учиться и быстро ориентироваться, как защитить себя. Ничего нельзя скрывать. Я всегда хожу и беру с собой телефон или камеру и записываю. Будь то люди плохо ведут себя, да, или же администрация, или же даже полиция. Нет, все равно я записываю. Я все запишу, покажу, расскажу, потому что моя защита – это мои зрители. Это моя семья и моя интернет-семья. Больше полагаться не на кого в этом мире, как выяснилось. Первая защита моя – это Господь Бог, который ведет меня и который подарил мне такую шикарную семью и интернет-семью. И вот как мошенники в Германии использовали коронавирус в своих целях. Киберпреступники, они пытаются обманом, внимание, получить немецкую государственную помощь для пострадавших от карантинных мероприятий, предприятий. И Deutsche Welle рассказывает о деталях журналистского расследования. Поэтому я призываю всех всегда журналистов держать ушки в остро, и вы еще четвертая власть, кроме законодательной, вы четвертая власть, и вам дана величайшая привилегия служить народу. Я не говорю о тех журналистах, которые называют себя журналистами, на самом деле, пропагандисты. Такие, как вот этот «Птичий помет», всем известный, мерзкий. Такие, как вот эта пара супружеская, такая брехливая. Я не говорю об этом вонючем слое, прослойке пропаганды. Нет, я говорю о великих журналистах мира сего, о честных, праведных, а еще лучше, если они верующие. Неверующий журналист – это тоже не есть совсем хорошо. Очень хорошо, если они верующие, тогда они боятся Бога, и тогда с их языка ложь не сходит. И вот поэтому мне нравятся вот эти журналисты, которые высветили в Германии именно журналисты. Вы еще одна сила. Вам дана привилегия служить народу. Вот сейчас немецкие журналисты провели расследование, и вот что они узнали. Для немецких правоохранительных органов Пасху, которую в Германии отмечали в минувшее воскресенье, как и мы, неожиданно стал временем активной работы. К тому же выявить преступников именно журналисты им помогли. Немецкие медиакомпании НДР и WDR в газете «Время», по-моему, как это называется, начали совместное журналистское расследование случаев мошенничества с федеральными и местными субсидиями. То есть стали мошенничать с субсидиями, которые ФРГ поддерживают малый бизнес, пострадавший от последствий эпидемии. Смотрите внимание, малый бизнес – это продажа каких-то, может быть, приправ, цветочных магазинов и так далее, и так далее, и так далее. Малые бизнесы – это кофейни, это какие-то питания продукты, это быстрое питание. Мне интересно, заострили ли они внимание, кто эти мошенники, которые во время такого горя смошенничали с местными субсидиями? Кто они? Это не «Мерседес», это не «БМВ». Или вы думаете, это «Мерседес» делали мошенничество с местными субсидиями? Или это «БМВ»? Нет, дорогие мои, это даже не местные коренные жители, нет. Проанализируйте, и до вас дойдет, кто это в Германии сделал. Ну, а я вам расскажу, как это случилось. В ходе расследования журналисты наткнулись на веб-сайт, который показался им подозрительным. Какие молодцы журналисты! Они не пропагандой занимаются, а защитой населения. Они смотрят внимательно, расследуют все веб-сайты, все, что нужно. И в воскресенье, 12 апреля это было, не 19, а на предыдущих, они сообщили о нем полиции земли Северный Рейн-Вестфалия. А там не поверили своим глазам! Просто! Да, вот это тоже Германия сейчас, я вам показываю. Это Дермштадт. Дермштадт Гессен. Итак, и они не поверили своим глазам. В общем, еще до минувшего воскресенья гипер... эти... киберспециалисты немецких полицейских служб, спецслужб, они обнаружили где-то 90 мошеннических сайтов. Только вдумайтесь, 90 на немецком языке. И целью их было присвоение государственной финансовой помощи для пострадавших от последствий ограничительных мер предприятий. Но нынешнюю подделку трудно было сравнить с предыдущими как по масштабу, так и по профессионализму исполнения. На домине wordshaftnrw.info киберпреступники полностью воссоздали официальный сайт. Я повторяю, они воссоздали официальный сайт Министерства экономики федеральной земли Северный Рейн Вестфалия, который находится по адресу www.vershaft.nrw. Фейк содержал все разделы, абсолютно все, и встроенные элементы настоящего сайта, включая, как иронично отмечает немецкая пресса, разделом о борьбе с фейк и экономическими преступниками. Даже это они не забыли вставить. Вот. И, конечно, этот звоночек говорит о многом. Они тут же это рассказали всему миру для того, чтобы мы имели это в виду. И, уважаемые, дорогие журналисты, я имею в виду журналистов с большой буквы, еще раз подчеркиваю, не пропагандистов, эта грязь меня не интересует, эта плесень получит свое, потому что Господь все видит. А меня интересуют именно честные журналисты. Проверьте, чтобы и у нас такого не происходило, чтобы никто не пользовался, потому что у нас выделены и пенсионерам деньги, у нас в этом плане молодец президент. Сразу, в первую очередь, он на время карантина всем пенсионерам выделил финансы. Всем, каждому пенсионеру были выделены финансы. И вот, чтобы не было такого, кроме того, вот у нас, поскольку официальный карантин, а не всякая брехливая ерунда под названием, и в то же самое время, а меры все равно показывают, как будто бы карантин, но не карантин. Нет, чтобы назывался карантин, нужно это официально, законно назвать карантином. Тогда мы можем что-то требовать. И у нас, честно, это названо карантином, то, что происходит. Поэтому пострадавшие точно так же в дальнейшем будут получать субсидии, особенно те, кто вовремя взял справку с торгово-промышленной палаты ТПП. Ну, в общем, это юристы, они знают, как это все делается. Для того, чтобы малый бизнес мог себе как-то что-то, хоть какую-то копейку вернуть. Как это делается во всех странах Европы, в Германии. Но вот проблема. Вот такие мошенники, как вот в Германии, вот такие мошенники. И многие из них, как выяснилось, недавние переселенцы. К сожалению, это так. Которые очень хорошо владеют компьютерами и знают, как с этим справляться. Конечно, среди них есть и коренные жители. Но более молодого возраста, которые очень хорошо, опять-таки подчеркиваю, разбираются во всех этих вещах компьютерных. Вы думаете, что это 90-летний старичок, 90-летний немецкий старичок сделал, у которого также есть маленький хлебобулочный бизнес? Нет, это не он. Не он этот мошенник. Или вы думаете, это какая-то фрау 50-летняя? Нет, это даже не она. В общем-то, тут вычислить оказалось несложно и найти профессионалов в этой сфере. Теперь смотрите внимательно, как опасно попадаться на такие сайты. Ведь это был подделан государственный сайт. Вы можете себе представить? Ведь туда подаются, внимание, заявки, вот те, кто верит, и дают свою информацию, и банковские счета настоящие. Именно дают люди, которые верят. Представляете, сколько заявок было заполнено, и люди с верою отдали свою информацию, которую, личные данные, внимание, от 3500 до 4000 человек пишут, могли, Deutsche Welle, могли заполнить фейковые заявки, предоставив мошенникам все, все конфиденциальные данные, которые те, в свою очередь, используют уже при подаче настоящих заявок. Вот как они действовали. Они использовали вот эти данные, потом подавали настоящие заявки туда, куда надо, но им нужно было взять данные от этих людей. Только банковские реквизиты в этом случае будут фейковые. Вместо них будут использоваться так называемые bank drops, то есть банковские счета, доступ к которым ранее получили мошенники. То есть берут информацию вашу, данные ваши, а счета подставляют вот эти bank drops мошеннические. И туда идет субсидия. Все, вот так это делали они. Ох, красавица, Германия. И вот такое вот произошло. Вот делается это путем обмана или взговоре, может быть, с настоящим или фиктивным владельцем. Вот такого счета. После получения денег вся сумма или та ее часть, которая предназначена мошенникам, через конвертацию в одну из криптовалют будет переброшена к анонимному, я не знаю, какому-нибудь криптогомонет, криптокошелек. Вот так скажем. Но в Германии правоохранители не спят. Как сообщили, 12 апреля министр внутренних дел Северного Рейна Вестфалии Герберт Ройль в его ведомстве уже думают о том, как систему выплаты субсидий встроить дополнительные уровни безопасности. Их, по словам министра, может быть несколько. Запрет выплачивать субсидии на счета за рубежом. Вот это самое главное. Потому что что заметили? Что денежки уходят за рубеж. Дальше. Сверки указанных в заявке банковских реквизитов данным налоговых инспекций. Дополнительный запрос получателей субсидий с просьбой верифицировать указанные банковские реквизиты. И так далее, и так далее, и так далее. Что же касается конкретного сайта, который копировал страницу Министерства экономики Северного Рейна Вестфалии, его в течение шести часов убрали из сети. Кроме того, согласно журналистским расследованиям НДР, WDR, федеральные и местные органы власти в Германии начали скупать доменные имена, схожие с официальными доменами немецких госорганов, чтобы их не использовали для имитации страниц этих ведомств в интернете. Вот такая информация. Я думаю, что она будет полезна для наших служб, чтобы мы могли учиться на ошибках других.